Водительское удостоверение установленного образца, путевой лист и страховой полис. То, что необходимо таксисту для работы. За отсутствие документов водители ждет протокол об административном правонарушении, штраф в размере 50 тысяч рублей и помещение автомобиля на спецстоянку. По данным госавтоинспекции, за текущий год было выявлено около 80 правонарушений, связанных с незаконной перевозкой пассажиров. Из них 23 водителя работали без государственной регистрации. На территории Самарской области действует постановление губернатора Самарской области, которое вводит запрет на осуществление деятельности иностранным гражданам. Несмотря на вступление в законную силу губернатора Самарской области о запрете иностранным гражданам заниматься деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, данные нарушения сотрудниками госавтоинспекции продолжают выявляться. В целях предупреждения ДТП с участием таксистов сотрудники госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд. У водителей проверяли наличие необходимых документов для осуществления пассажирских перевозок. Если раньше услуги нелегальных таксистов были немного дешевле, но риски всегда были большие, то сейчас с изменением условий на рынке оказания услуг такси, с появлением новых цифровых технологий, распространенностью приложений цены уже выровнялись и остались только риски при пользовании нелегальными услугами таксистов. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, если пассажир попадает в ДТП, находясь в нелегальном такси, то он не может рассчитывать на получение компенсации. В этом случае пассажир просто попутчик, а не пользователь платной услуги. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События.